Начало шаббата. Прекрасно. Самое начало шаббата. Драгоценные, вы все готовы? Слава Богу, я приветствую вас. Благодарю Господа за каждого из вас, который пришел, чтобы мы почитаем Господа, поклоняться Ему, слушать Слово Ему, которое мы приготовили для каждого из нас. И я хочу, чтобы вы сегодня просто убрали всю суету, забыли все, скажем, своими плечами выпусили это все, открыли сердца свои и принимали то, что Бог сегодня вам будет говорить. Это каждому в радостье, в его жизни. кто первый раз, не удивляйтесь, кто не знает об этом, епископ Сергей Журовков, он все разъяснит, расскажет, объяснит. Если у кого какие будут вопросы, не стесняйтесь, говорите, потому что мы дети Божьи, и если Отец не настаивает, то он настаивает сына своего. А мы все дети Божьи, и я хочу, чтобы каждый из вас сегодня открыл сердца и просто принял то, что в душе нашей, в кирпухе. Мы вообще возвращаемся к корням. Это наши корни, Израиль это наши корни, Израиль это наша агитована земля, и мы возвращаемся сейчас к корням, и Богу это нравится. Давайте мы поприветствуем нашего пастора, нашего эпископа Сергея Журавлёва. Он сегодня приехал делиться со словом, которое Бог ему положил на сердце, и сегодня это слово пускай посеется в ваше сердце, и пускай в вашем сердце даст определенный плод. Давайте поприветствуем. И, дорогие друзья, я очень рад быть сегодня с вами, разделить и трапезу, и радость. Я, наверное, сяду, что-то. Да, сяду, что-то. Да, по-домашнему, да. Вот, и я очень хочу, чтобы вот это видео посмотрели тоже наши братья и сестры с разных дружественных церквей, общин. И у нас тоже проводятся шаббаты Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Многие наши общины собираются тоже пятнадцать вечером или в субботу утром проводят такие встречи, семейные встречи, общинные встречи. И это очень трогательно, как вот уже говорил пастор Владимир, это очень трогательно, когда разные конфессии, разные церкви тянутся к корням, к традиции, с которой выросло все древо христианства. Конечно, не сами ритуалы нам цены ради самих ритуалов, а цена то, что Господь сегодня возрождает такую еврейскую составляющую в теле своем. Это замечательно. Ну, как христианин, как сианист, как реформатор, у меня много есть чем поделиться сегодня. Сегодня потрясающий тема вообще всю эту неделю и предыдущую неделю. По древней традиции читается начало чтения книги «Исход», шмот и потрясающие чтения, которые, знаете ли, никогда не запалятся, которые каждого верующего, каждого христианина не трогают в сердце, потому что это исход не только бывший когда-то при Ексении, это исход, который совершается и сейчас в наши дни, совершается в наших судьбах. И вот красивые традиции. Мы тоже берем халы и тоже зажигаем свечи. Очень красивая традиция. И по давней традиции у нас зажигают, да, и даже священники наши зажигают, и я сам зажигаю дома порой свечи. Но по давней традиции очень красивая традиция хранительница очага в семье мама зажигает свечи или жена в семье зажигает свечи. Или же в общине, очень часто в общинах разных зажигают именно старейшины, женщины, которые ответственны за, допустим, служение. Это очень красивая традиция. Я попрошу Аллу, матушку, зажечь свечи, прочесть молитву. Браха, да, сначала эта молитва на зажигание свечей читают еврейские в общинах. Вот испокон веку, и мы эту традицию соблюдаем. Баруха хатадуна, элогейну мели халам, ашер хитшану, бемитсвута бжецевану, леолитнер шель, шаббат хаду хаде. Благословен Господь, Бог мой, Владыка Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший нас зажигать свечи в честь Святой Субботы. Аминь. Зажигаем свечи в знак того, что мы выходим из мира и посвящаем это время Господу. Мы пришли для того, чтобы соединиться вокруг Него, оставить все свои заботы, все свои мысли о мирском. И это для нас самый главный смысл этой субботы. Как заповедано Богом, светить субботу, то есть осветить это время, которое мы можем Богу посвятить. Я просто для новеньких, тех, кто не был у нас, никогда скажу, что мы не мессианская община, мы не соблюдаем ритуалы, которые принято соблюдать в мессианских общинах, но мы хотим придерживаться Библии и библейской традиции, первоапостольской традиции, потому что апостолы делали то же самое вместе с Иисусом Христом. И заповедь о субботе никто не отменял. И мы просто хотим не отступать от заповеда Божьей. Если кто-то имеет работу и в субботу вынужден работать, мы никому не можем в этом препятствовать. Но по возможности этот день все равно освобождаем от каких-то бытовых суетных дел и больше можем все больше читаем. По крайней мере здесь, когда шаббас перетекает в ночную молитву, этого вполне достаточно, чтобы осветить суббот. Субботен. И берем халу. Ну, или проще русский плетенок. Да. Очень красивая салфетка. Спасибо. Что-то всем салфетно все же замечательно. Кстати, многие по-разному их готовы. Гранат обычно украшает на самом деле. Есть такая присказка. Я не считал, не перепроверял, честно говоря, но говоря старики, что гранат потому, что 613 косточек в нем. Я не считал, но говорят, так и есть. Но их много. И что они соответствуют 613 заповедям, постановлениям праведности еврейской, библейской традиции. Да, и хала, она это проще плетенка. Мы дома берем, допустим, две халы как знак еще того, что в пятницу во время нашего исхода, во время того, как наши праотцы ходили по пустыне и Бог кормил их ангельским хлебом, который был на вкус как лепешка с медом или лепешка с елеем. Удивительно, хлеб ангелов ели люди. И это было удивительным, конечно, чудом, хотя люди к этому привыкли, к этому чуду привыкали, люди ко всему привыкают, даже к самому сверхъестественному. Но 40 лет наши праотцы ели хлеб ангелов. И в пятницу каждую неделю совершалось такое чудо, выпадала двойная норма. В субботу, в шаббат ничего не выпадало. А вот по стану, где стан именно стоял, не просто где-то в пустыне в одном месте сыпалось от ангелов этот хлебушек сыпался, а именно в том месте, где был стан Израиля и выпадало огромное количество этой маны, монах. И вот в пятницу собирали двойную такую норму. Интересно, что тоже в Библии отмечено, что когда люди пытались сохранить ее, она не хранилась, заводились в черве, она пропадала. Но удивительно, каждую неделю совершалось такое чудо, этот хлеб ангельский, он не портился. Когда в пятницу собирали двойную норму, в субботу это не было испорченным, это был свежий хлеб. И вот в память об этом мы берем тоже халлу, преломляем хлеб, плод виноградной лозы, знак Божьего обеспечения. И шаббат обычно мы вспоминаем несколько событий, но самое первое событие, конечно, самое главное, конечно, это сотворение мира, потому что мы знаем, что мир сотворен был Всевышним Богом, Всесильным Нашим Небесным Отцом. Шесть дней было творение, а седьмой день Бог провел в покое с первой семьей наших пра-пра-пра-пра-пра-пра родителей, наша пра-пра-пра-пра-пра праматерь Ева И про отец Адам Вместе с Богом провели первый шаббат Ну и конечно же всякие звери И все, кто были на планете Уже насаждены Так вот, и первый шаббат был проведен Всевышним Богом вместе с первой семьей Это семейный праздник на самом деле А вторая причина, почему мы собираемся на шаббат Это исход Это выход из рабства Это выход из плена Это праздник свободы Что мы не рабы, рабы не мы Что действительно, что не только мы не рабы Но и рабы не мы Что действительно рабство вышло из нас И мы вышли из рабства, и рабство вышло из нас Мы свободные люди, свободные граждане На свободной земле Слава Богу Амадикву Амадикву И ты ко вселенной Произрастивший хлеб и земли Аминь Аминь Ломаем? Да, мы ломаем Передаем вам себе кусочком Передавайте всем Ломаем по маленькому кусочку Чтобы кто-то придет Кому-то еще Останется Так понемножку все берут На всех хватило Поделись А теперь на вино И душ Благословен Господь Бог мой Владыка Вселенной Сотворивший хлот виноградные глазы Аминь И последнее благословение мы читаем Вот это Баруха Тадана Элахейнам Элихавра Ашер Кишам Беешуа Амашиах Ор Халам Беадон Шабада Аминь Благословен Господь Бог мой Владыка Вселенной Осветивший нас Ишами Си Светом Мира И Господином Субботы Аминь 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 Мирные субботы, спасибо Господь, что собрал нас вместе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, нашему Иисусу Христу, который умер и воскресит для нас, сегодня праздник света, праздник любви, праздник общения, мира. Так что будьте свободны, общайтесь, говорите, вопросы задавайте. Вот у нас здесь сегодня Алексей Журавлев, епископ, который... Сергей, да, прошу, Сергей. Он мне нравится, Алексей. Я уже придумал, уже любое, а самое, да. Сергей, любые ваши вопросы, он может ответить вам. Нет, в силу, скажем, там, с помощью Божьей какие-то вопросы задавайте, и Бог будет работать, наполняет народу мою, не действует, просто я не знаю, что вам сказать, но будьте свободны, кушайте, общайтесь, наслаждайтесь, сегодняшняя праздника, праздник света. Мы с вами прожим, считай, в одноклассниках. О, очень приятно, в виртуальном грубостве. Да, вот на самом деле, мы уже, наверное, полтора года, друзья, я тогда наблюдаю за вами. Ну, и так, потом вы смотрели, добавляете мою сестру, Наталья, Наталья, вот нас смотрю, добавляете мою сестру. Так, а сестру? Аннушка, и вот она сейчас здесь, вот вам свидетельство, даже, что Бог работает, даже, просто, что вы едете, ну, как были, Бог уже работает. Очень приятно своих виртуальных друзей увидеться в реальной встрече. А сама, я-то в Гольятти, да, живу, приехала сейчас в Москву и увидела, кто в Москве, а я хотела с вами встретиться, ну, пообщаться вообще-то, у меня было интересно. Пообщаемся, с удовольствием. Вы долго еще будете в Москве? Ну, Бог сказала пока сразу в Москве. А, вот так даже? Да, здорово. Ну, я учусь в Полтаве, в Аппетербурге, знаете, в стране сейчас, в миссионерах, и я хотела выйти, мне предлагали, и сам, да, на миссионерах. Ну, потому что у нас так, когда написала, если слышали еще и еще, они, ну, христианское вместе, я вам покажу. И они, когда пастор говорит, ты должна в Москве вступить, я приехала по делам сюда, в Москву, в Лекцию, я достала здесь, и вот, в движении Бог придел сюда. У меня был, знаете, почему-то попытка, я всю жизнь была в православной, да, и семь лет назад Бог меня привез, как я все же прислала, живого Бога. Я его познала, что в этом году, да, пришел в Северю Собождинику, но познала и только вот, искренне, в 2009, вообще, ну, сьи лет назад. Вчера он сел, и я вот как пришла, но я протестала, что я в церкви пришла, и так и осталась. А я в Тольятти, я забывал, там проводилась семинары, там есть нечего церкви, в Англии, я даже сына суживал туда, среднего сына. У нас шестеро детей, у нас три мальчика, три девочки, средний сын мой, Серафим, был как раз со мной в Тольятти, на мерке была поездка, да, в Пасху. Там еще есть Анатолий, Открытое небо, ну вот это музыкальное, да, 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 вот, Даватья славе Богу, да, и Армия Христа, тоже, да, да, Бугай, Бугай, Анатолий Бугай, да, даже Тольятти не запомнились. Мы, вот здесь вот с聊 другой, у нас, видите, как и протестан танкきたкого этапа, да, мы, так, мы уже, так, давай. У меня тоже смотрят, что мы знаете место? У нас очень многие, такие дети, наши тоже, многие, которые сейчас начали уходить, и безumeuti, у нас многие гидеры уже и сидят, хуже. Мы начали тоже творить, творчали, робче мир, начали изучать. Что сейчас вот идет? Какие первые вещи? Я сейчас попадаю сюда и я с сестрой говорю, а вот, знаете, что юмейка? Она говорит, это что сейчас? Она вообще первый раз, и она столько-всолько пока, потому что младенец, да? Ну вы не расстраивайтесь? Еще раз, забудьте. Анна, Анна, Анна. Вы не расстраивайтесь. Наоборот, прекрасно. Для нее вот эта новость, я хочу попросить на цены. А, еще 100. А, вот сюда. А, вот сюда. Давайте буквы. Нет, она уже будет, а будут стоять тогда уже. Там удобно? Ну да. И вот сюда. Боб куда-нибудь? Смотри. А здесь еще. В общем, располагайте. Молодец. И туда, и сюда. Да. 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 Вот. Да. Да. Сейчас. Поставим. Не, ну, сейчас. Сейчас поставили. Ну, не вышла Чета. Ну, расскажу. Посмотрите. Вот. Вы с православной. Железу Реформатов. Незаправы. Что же с тобой? Как вот это? Ну, ну, разумельшучка. Расскажу. Я не просто свою интерес, я его Бог мне это привел, а просто как людям послужить, чтобы быть для того, как ты сейчас начинаешь. Я православная, я говорю, начинаешь и объяснять, и вот, ты все в цепи, и вот, ты все в цепи, и вот, ты все в цепи, и все в цепи. Вот, и получается, у тебя хронитарство по-другому. Ну вот, всем приятного аппетита. И по ходу буду отвечать на вопросы, тем более, что мне вопрос понравился очень. Вот, правда, мне очень понравилось то, что вот сестра сказала, что стали люди ходить в синагогу, как бы в традиционную, я так понимаю, в немессианскую, да. Да, дело в том, что, нет, конечно, каждый избирает свой курс в жизни, но я знаю, что для всех, и для евреев, и для неевреев, есть исход сегодня, исход, который совершается через Иисуса Христа, и Шиома Шеха. И есть, знаете, для христиан, которые, и евреев особенно, кто именно своими корнями интересуется, есть мессианская община. Здесь не мессианская община, да, но здесь это служение такое, но даже неконфессиональное, я так понимаю, служение совершенно. Потому что два студента, она неконфессиональный, строго неумско-конфессиональный человек, да и команда, я вчера имел такое удовольствие просто общить, в этом общении с лидерами служения в Аскине Духовного Центра, и я вижу, что и команда подбирается, и команда подбирается такая, неконфессиональная, то есть надконфессиональная, это очень здорово, я считаю, но потому что это близко моему сердцу тоже. Вот, а те, кто... Это сейчас тоже в разных конфессиях наблюдается, интерес к корням, к библейским корням, к библейским корням веры. Интересно, на самом деле, это межконфессиональное тоже, но не надо впадать в другую крайность, наверное, знать, или в такой ритуализм, как бы, потому что и современной синагоге, вот, традиционному иудаизму тоже нужно спасение, тоже нужна реформа, и тоже нужно возвращение к основанию, вот. Написано, никто не может положить другую основанию, кроме, что положено, который есть Иисус в Иисусе, и Иисус в Иисусе, Он есть основание, Он есть ключ истинной жизни. Вот, вы знаете, когда совершалось... Да, ничего, ничего там не слышно, надеюсь. Когда Иисус на кресте умер, то завеса в храме разорвалась, сверху, донизу разорвалась, и это было знамением для священников и для всего народа Израиля, вот, и для всех боящихся Бога, с разных народов, вот, что совершилось спасение наше, и были другие знамения еще определенные, но священники, к сожалению, они завесу зашили, и еще 40 лет, целых 40 лет подряд продолжали служение уже, ну, мертвое служение, уже мертвое, не нужно никому служение, потому что раз завеса была разорвана, завеса на плоть Христа, то прообразы, они все уже исполнились, уже все. В них перестала, ну, народность вообще, необходимость. И животных уже не нужно было убивать больше, но, к сожалению, еще 40 лет подряд священники убивали этих животных, принося, как бы, Богу, но уже Агнец Божий уже совершил эту жертву, и уже не нужно было приносить жертву на шею. Да, да, снимать камеры. Снимать тоже камеры. Почему еще? Я стараюсь снимать, спасибо Максиму Максимову, ЦНЛ, директору, мы с ним давно уже дружим, у него бывал, я не раз в Алма-Ате, и вот он меня убедил, молодец, убедил, вот, как бы, не сразу понимал это все, не сразу воспринимал, как бы, но он как раз убедил, что он должен брать по камеру, записывать все, стараться. Потому что это свидетельство. Свидетельство для людей, и то, о чем даже мы сейчас будем, вот, дальше, как бы, рассуждать, да, даже вот эти вопросы те же самые, да, ваши вопросы, допустим, в частности, для кого-то тоже будет очень важным моментом, и кто-то получит ответ на свои вопросы. И вот я хочу, извиняюсь, перед тем, как пречу, вот, я хочу об этом рассказать просто, не могу не рассказать, потому что, когда мы говорим, вот, и практикуем какие-то, обряды эти, да, подчеркиваем свою преемственность, то надо об этом тоже помнить, обязательно помнить. В Талмуде говорится, это книга традиционного иудаизма, книга, которая была составлена, записана, тексты Талмуда были записаны уже после этих трагических всех событий, разрушения храма, начало рассеяния страшного, и многие учителя, мудрецы еврейские, опасаясь, что следующее поколение могут забыть и потерять важную, знаете ли, из истории Израиля, из традиций Израиля, из учений еврейских забыть, то решили записать, записать это все. И вот в Талмуде очень много исторических таких сведений. И вот говорится, что, значит, последних 40 лет Бог не принимал жертву в храме, жертва, которая приносилась в храме. И священники констатировали факт, что Бог не принимает жертву Своему народу. 40 лет подряд последних. И как священники узнавали? По-разному. Вот самая главная была проверка такая, довольно живописная. Когда на Юр-Кипур, день искупления, судный день, когда приносилась жертва, полностью добрались два козленка, витался жребий, и одного звали козлом отпущения, его отпускали на верную смерть в пустыню, или же по талмудочным текстам последние эти вот времена второго храма просто сбрасывали со столы на смерть, то второго козленка его ритуально обескравливали. И это кровь, священник, первосвященник, как патриарх, он входил в Кадош-Кадошем, святой из святых Иерусалимского храма, и окроплял все этой кровью. Это была жертва всех жертв. Раз в году, осенью была, приветствую, шалом. И священники вот этой кровью пропитывали лоскуты белоснежной материи, и белоснежные нити пропитывали вот этой кровью, и привешивали в храме, и наблюдали. Если в течение этого обряда, этого служения, лоскуты становились белоснежными снова, то они говорили, Бог принял жертву народа своего. Если оставались кровавыми, то они говорили, Бог не принял в этот раз жертву своего народа. И в основу они брали местописание из пророка Иеремии. Ну, не из Иеремии, из Исаии. Из Исаии пророка, потому что Исаии как раз порочествовал, что если грехи ваши будут как багряные, уберю как волну ее, сделаю белоснежной. В буквальном переводе с еврейского текста, там говорится, если грехи ваши будут как пропитанной кровью тряпка, я сделаю белоснежной, сделаю блистательной. И вот, и действительно Бог совершал чудо, до того совершал чудо такого сверхъестественного убеления. В Талмуде там говорится даже три раза по сорок. Сорок лет при некоем Шимоне Цадике говорится, ну, праведнике Симоне, говорится, что каждый год Бог принимал жертву своего народа. Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат шалом! И лоскутейте, и нитя белоснежная, пропитанная кровью, вновь превращались в белоснежные. Выберялись вверх, естественно. Сорок лет подряд при Шимоне Цадике. 99% можно сказать уверенности, это тот самый Симон праведник, который младенца Иисуса взял, вот праздник в Среднии мы вспоминаем, этот эпизод, взял младенца Иисуса и благословил Бога, и сказал, «Ныне отпускаешь, рабатывая, владыка, по слову твоему с миром. Видели очи мои, спасение твое, что ты приготовил к конец всех людей. Свет в развлечении всех народов, и слава народа своего Израиля». Вот, и этот праведник Симон, скорее всего, о нем идет речь в Балмуде. И вот при нем сорок лет подряд приносилась эта жертва, и Бог принимал жертву, лоскуты убелялись. А потом, написано в Балмуде, сорок лет неопределенности было. Временами да, временами нет. Временами принималась жертва, временами не принималась жертва. Но последние сорок лет Бог не принимал жертву своего народа. Это знак того, что жертва Христа, жертва Агнца Божьего, она действительно принята Богом. И это и не жертва всех жертв. Мы благодарим Бога за эту жертву, и благодаря этой жертве мы спасены. Благодаря этой жертве совершается сегодня великий исход из царства тьмы, в царство света, из царства фараона века сего, дьявола, в царство возлюбленного сына Господнего Иисуса Христа. Вот такое чудо. А еще в Талмуде тоже говорится, что сорок лет подряд последних были другие страшные знамения в храме Иерусалимском. Храмовые ворота сами собой распахивались. Ворота эти были массивные, огромные, просто циклопские ворота. Врата в высоту были, согласно антиклопедии библейской, 20 метров. Циклопские огромные ворота просто-просто. И тонны золота, серебра украшали эти врата. И представьте, они сами собой распахивались во время служений. И храмовая минора сама собой затухала во время приношения, во время служения. То есть на хануку мы вспоминаем сверхъестественное горение миноры, что Бог совершил чудо там, показывая, что Он благоволит к народу своему, шаббат шалом. А после того, как совершена была жертва Иисуса Христа и еще Машеха, то произошло следующее. Совершилось как бы анти-ханука. Ханука только наоборот. Да, да, брат, надо бы отойти в сторону чуть-чуть. Спасибо. Анти-ханука. То есть ханука только наоборот. Получается, елей был, фитили были, все было, но огонь не горел. Минора затухала сверх, естественно. И другие были знаки, страшные знамения в храме. Вот такая история. Ну, а по поводу служения моего, сестра спросила, реформаторского, такого православного служения, как я дошел до жизни такой, в общем-то, прекрасной, прекрасной жизни такой. Много чего произошло в вашей жизни, что вы до такого начали. Вот, много чего произошло. Самое интересное, конечно, скажу так, мне, когда спрашивают меня, значит, что произошло, я говорю, одним словом сказать в Гиблии, двумя словами можно сказать, Слово Божие. Вот так, если коротко. Написано у Яна 8.32, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. И вот в 96-м году произошло чудо в моей жизни. Бог через Слово Своё освободил меня от многих этих лжеучений. Просто была, скажу так, метанойя, покаяние, покаяние. И греческое слово метанойя очень мне нравится, красивое такое. Да, значит, поворот на 180 градусов, разворот такой, кругом. говорят, это слово использовалось в греческой армии, как команда кругом, раз, два. То есть, когда офицер кричал греческим солдатам, солдаты, покайтесь, то они разворачивались кругом и шли в другое направление противоположное. Так что, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Очень красивое слово метанойя. Но еще более красивое слово еврейское шува. Шува. тоже переводится как покаяние. Буквально возвращение. Возвращение. Шува это прийти в себя, это вернуться в себя, вернуться к Богу. Именно вот это есть шува, покаяние. Иисус от шува. Я хотел записать на полу. Лучше не расскажешь. Мы называем это плечи о будущем сыне. Когда человек, дошедший уже до крайности, просто, уже на самом дне, как бы, да, он пришел в себя. Вот это первый этап шувы, прийти в себя. Потом он поразмыслил, он вспомнил о своем отце, вспомнит все. Это есть тоже шува. Потом он не остался там возле корыта. Вот, слава Богу, что он не был таким религиозным Маниловым. Не Маниловщина была, а то бы он там бы философствовал себе бы возле свиного корыта. Там бы и помер бы, и хрюшки бы его бы и съели бы. Но, слава Богу, что он был нормальным верующим, он встал и пошел. Потому что вера есть не просто уверенность в невидимом, но осуществление еще есть ожидаемого. И он встал и пошел к отцу своему. Это этап шувы очень важный. А потом отец его облил, принял, отдал ему перстень, одежду, вел в дом свой отцовский. Это тоже шува, принятие. Тоже шува это не только возвращение, это принятие. Принятие. А еще шува это пир. Тот самый пир, о котором Иисус рассказывал, что отец сделал пир, он там заколол мясо, все, гости. собрались. Но, к сожалению, на этом пире только лишь один был обиженный, грустный человек. Это старший сын, к сожалению. Вот, это не полный чувак, к сожалению. То есть, но, да будет у нас полный чувак. Ну, а по поводу самого себя скажу, слава Богу за все. слава Богу, что вот в 96-м году тогда я был настоятелем храма, традиционным священником русской православной церкви. Как тысячи моих коллег, я совершал обычное служение, шаббат они праздновал. И, в общем-то, вел обычный православный образ жизни здателем и крестил детей, как я вот сегодня записывал там программу, правда, что-то не загрузилось. Значит, по поводу баптизма, педобаптизма спрашивали как раз, там куча вопросов пришла мне почему-то на эту тему. А, ну, началось с того, что я сам, видимо, спровоцировал людей. Там сделал как-то перепост называется, значит, мне понравилась картинка одна, значит, и я взял ее у себя там, выставил. Вот, а картинка такая, что там, значит, крещение младенца показано, и батюшка хочет крестить младенца, а младенец упирается и всыпился в купель и такой, короче, не поддается, от батюшки его хочется покрестить. И там, значит, он написал, борись с системой до конца, короче, держись. Я написал там, держись. Да, молодец. Вот, говорю, вот реформатор с пеленок уже. Ну, там много комментариев было, кстати. Вот, значит, что, ну, я написал, что он не поддается педобаптистам, люди испугались от этого слова, педобаптист, ну, что за педобаптист? Нет, нет, педобаптисты, это не ругательное слово, это вообще термин богословский, научный термин. Баптизм и педобаптизм, это два разных, как бы, понимания, вообще, христианства, когда же я скажу так, баптизм, баптизм, погружение, хрещение, да, педобаптизм, это хрещение младенцев, детей, или же даже взрослых, педобаптизм, даже иногда хрещение взрослых, но без просвещения, без обращения к Богу, ну, без возрождения. Чарльз Берджелл очень красиво, как раз, баптизм, вот именно, охарактеризовал, что он говорил, что не крещение приводит к возрожденной жизни, а возрожденная жизнь приводит человека к окрещению. Вот, и библейский взгляд, это баптизм, баптизо, баптизо, баптизм, вот, а педобаптизм, это уже более позднее явление, потому что брать там деяния апостолов, допустим, да, первую церковь, это было баптистское понимание, то есть, крещение везде, значит, было, но сознательно верующих людей, обращенных людей, не крестили младенцев, или не крестили просто обычных граждан без обращения, без научения, без веры во Христа, то есть, педобаптизм, это даже исторически, это гораздо более позднее явление, вот, но, к сожалению, подавляющее большинство православных в мире церквей практикует педобаптизм, католическая церковь практикует баптизм, протестантские церкви, такие, как, допустим, лютеранская, кальвинистская, реформатская, значит, некоторые другие протестантские церкви практикуют тоже педобаптизм, вот, то есть, порядка 20 конфессий, по-моему, юрисдикции, конфессий христианских практикует баптизм, педобаптизм, то есть, крещение младенцев, это православные католики-протестанты, очень разные церкви, по догматике, но практикуют педобаптизм. Мартин Лютер, говорят, он было хотел отказаться от этой практики, но побоялся и испугался разрыва и побоялся того, что немцы, большинство германцев, тогдашних, они не согласятся, и тем более, эти вот, тогдашние сильные века сего, того, не согласятся на эту реформу. К сожалению, Мартин Лютер так и остался педобаптистом и антисемитным, и очень много, знаете ли, сохранял вот традиции, мертвые традиции, хотя он сделал очень много хорошего в жизни церкви, слава Богу, за Лютера, за реформацию, но он сделал первый шаг, но дальнейшие шаги сделали другие люди. Вот, и баптизм, педобаптизм, я был педобаптистом, как и тысячи моих коллег, я крестил младенцем, и своих старших детей я тоже крестил, у нас супруга, у нас шестеро детей, первых двух мы родили, когда еще я был традиционным батюшкой, православным, это было в Рязани, в Рязанской области, там наши первые дети рождались, и я их крестил, как отец, как священник, я считал, что это крещение, конечно, но знаете ли, в 96-м году я разочаровался в этом, потому что, знаете, ну, вообще, слово Божье, и даже и здравый смысл подсказывает нам, что это должно быть сознательным решением самого человека, а не так, как один поэт тульский, современный, написал, без меня меня крестили, вы знаете, да, я помню, на приходе, где я служил, это было в Брянской уже области, в 96-м году, на приходе, я был там настоятелем, и там красавец, храм такой, я, знаете, такое было искушение, потому что об этом, о таком храме я мечтал все предыдущие годы моего служения, этот храм почти не закрывался вообще, это огромный, просто собор настоящий, представьте, деревянный храм, колокольня, 46, почти 47 метров, это просто невероятно, это просто, ну, чудо настоящее, вот, трехпристольный храм, значит, и акустика такая потрясающая, когда мы возле сделал первый, там благословен Бог наш, аж звук из-под купола меня в спину ударил, это потрясающе было для меня, просто переживание, вот, и даже когда уже истина во многом открылась мне, я, ну, мне было трудно решиться уйти с настоятельства с этого храма, ну, вот, и в этом храме служа, я, конечно, узнал там такие вначале печальные для меня новости, что вот по соседству там секты, особенно писятники процветают, вот, и белорусские баптисты еще наезжают еще, значит, на эту местность и как бы со своими трактатами, вот, и мне бабушки приходили, мои прихожанки, ну, и не только прихожанки, ну, и так, захожанки, прохожанки, вот, там много было бабушек, и вот, как бы, и они говорили вот так и так, у нас были вот баптисты с такой секцией, секцией, бахтисты, секция бахтистов, не секция, а секта, ну, ладно, секция, вот, и, значит, давали мне вот эти вот трактаты, ну, я, конечно, говорил, бабушки, все, что вам дают, все мне несите, ну, печку нечем растапливать, как раз, вот, вот, топил печку, значит, трактатами всякими, вот, значит, ну, и, в принципе, я их так бросал туда, особенно не заглядывая, хотя некоторые так, ради интереса, значит, знаете, так пролистывал, но один мне запомнился на всю жизнь, трактат, представляете, значит, по поводу баптизма как раз, значит, такой, как, буклетик такой сделан, на бложке написано, что Библия говорит о крещении младенцев, и написано там, Иоанн, Христиан, Христиан, Баптисты, Минск, там все, думаю, надо же, неужели корням православным баптисты потянулись, думаю, ну, как бы за ум может брать, взялись уже, ну, как бы, о крещении младенцев, стали говорить, ну, как бы, я открываю на радостях, а нет, чистый лист, думаю, ну, мало ли, может быть, какая там, типографская там, такая оплошность там, да, да, не пропечатали этот лист, закрываю, и написано, да, Библия ничего не говорит о крещении младенцев, а говорит о крещении сознательно верующих людей, там, повериваясь в Иисуса Христа, там, и прочее, я думаю, вот это да, значит, кипел мой разум возмущенный, конечно, я там, значит, знаете, самое интересное, чистый этот лист, он сказал мне больше, чем большие трактаты, порой молчание, оно громче, чем многие слов, да, я представляю, ну, ладно, и вот, знаете, один из первых таких вот моментов, что ли, не открывшихся тогда, в 96, это был как раз вот баптизм и педобаптизм, я крестил младенцев, хотя и раньше сомневался в этом, в том, что я делаю правильно все, потому что, знаете ли, ну, я думаю, не только я один, но и многие священники вопрос такой себе задают, по крайней мере, один на один, когда остаются с Богом, то вопрос-то задаем, все равно мы, конечно, об этом, что происходит вообще, ну, вы знаете, священники, допустим, многие, и в Рязани, и здесь в Москве, кстати, тогда, в начале 90-х в Москве, часто бывал и общался с разными священниками, вот, московскими, там, многие случаи, я их рассказывал везде, они стали даже анекдотами, некоторые случаи, вот, особенно, когда там собачку отливали, не слышали, нет? анекдот, но в основе был мой рассказ, то есть реальный случай из реальной жизни, вот, ну, правда, я рассказывал там немного там пожестче, в реальной жизни было все гораздо страшнее, чем анекдоте, вот, ну, был случай, да, собачку отпевали здесь, при мне, то есть один из священников, мой товарищ, он служил в Москве, я в Рязани, ну, я приезжал сюда, и он, значит, вот так рассказывает мне, так, так, у нас отпевали, собачку, начало 90-х, бандитское такое все, знаете ли, и один какой-то там новый русский, ну, не знаю, кто он, там, бизнесмен, ну, криминальный какой-то человек, значит, такой известный здесь в Москве, так, где годы, он, значит, отстраивал храмы, и вот на, вот, вот этот храм, где служил мой товарищ, он не был настоятельным, там, был вторым, или третьим священником, вот, этот храм, он был на территории, его, как бы, ну, сферы, что ли, ну, влияние, там, не знаю, как назвать это, то есть, как бы, его участок Москвы, как бы, кусочек, и вот, и представляете, этот дядька, он такой, ну, бандит, но порядочный, православный такой, он пожертвовал на храм много, там, отстроил весь храм, там, отреставрировал, все, то есть, как чин по чину, вот, и, значит, но, случай был такой, у него там, собачка померла, а он мне душу не чаял, вот, а собачка такая простая, потом не то, что там, знаете, какая там, навороченная, такая, борзая, какая-то, нет, нет, самая обычная, такая двор-терьер, да, точно, вот, вот такая жужа белой масти, что называется, это случай всех злее, нет, вот, простая собачка, но вот, как бы, он весь был такой расстроенный, и попросил отпеть друга, четвероногого, правда, вот, батюшка засомневался, значит, там, сказал, что, ну, как бы, ну, не положено, не по уставу, вот, но, когда, значит, выложил там, 10 тысяч наличными долларов, значит, а в то время это были огромные деньги, на Петровск-Розумовске, тогда возле метро, там, значит, одна комната, квартира, как раз продавался за 11 тысяч долларов, тогда в то время, там, и это были огромные деньги, для Москвы, тогда 10 тысяч, значит, когда священнику, значит, да и сейчас 10 тысяч долларов, это не маленькие деньги, но тогда это были вообще огромные деньги, просто целое состояние, вот, значит, и, значит, и священник, короче, был убежден, уже, что стоит отпевать, что ж мы раньше, раньше не сказали, что это собачка православная, типа так, но, последние его сомнения были, что, ну, а что епархия скажет, ну, все-таки, значит, как бы там, это же, поповское радио, оно еще хуже цыганского, знаете, вот, значит, там сообщит быстро, там, куда надо и не надо, вот, но этот бизнесмен, он, значит, там поехал, там, в чистый переулок, там, обсудили, в кругу, там, тесном, с архиереями, значит, ну, и, короче, закроем глаза, только, там, святейший тогдашний попросил, чтобы, значит, отпевали, значит, ну, с храми, но вносили, выносили, чтобы, значит, это, в закрытом гробике, чтобы, ну, в гробике было, ну, да, в гробике было, все, вот, чтобы закрытый гроб был, при вносе и выносе, там, трезвон был заказан, все, они там хор дополнительный наняли, диаконы еще одного голосистого взяли, с Елуховского собора, такого, такого, вот, значит, и отпевали эту собачку, а я спрашиваю, говорю, ну, а как же, значит, там, проходная, крестик, свечка, все, чем почину, там, все, как положено, а мы, на клиросе стоим, и смотреть назад, и смех, и грех, вроде, и смеяться нельзя, как бы, но хочется смеяться, но, а в то же самое время, мужик, он чуть не плачет, вот, он, как бы, знаете, он все как-то, он серьезно, вот, он верит, что собака, ну, его собака точно в рай попадает, вот, вот, и верил, значит, и, вот, значит, ну, все, отпевали, чем почину, даже, самое интересное, этот, там, грехов собачьих, правда, слово чада опустил, да, но, значит, всех словом, делом или помышлением, видением, или невидением, ну, мало ли, собака, чем согрешила, вот, знаете ли, то есть, кобель был в раю, значит, да, значит, вот так вот, и, значит, все, вот, а потом выносили в закрытом гробике, значит, там, под колокольный звон, прохожие, наверное, думали, представьте, не далеко метро, там, наверное, владеет, там, мужик плачет, значит, там, слезами заливает, колокольный звон, там, дьяком, там, какие-то, наверное, ребенок, наверное, да, а там, жужа, да, вот так вот, собачка, не, ну, как бы, ладно, пусть отпевают, дело даже не в собачке, меня больше зацепило, как раз, перед тем, как раз, в этом, Елуховском, как раз, соборе, на Бауманской, как раз, я видел другой эпизод, который, вот меня он как раз, и зацепил, даже больше, чем, а потом уже, эта собачка была, просто последняя была уже, знаете ли, китайская, что называется, последняя капля была, а там, в Елуховском, было гораздо все жестче, как раз.